Вы на канале Руслан и его план. Добро пожаловать в первую серию третьего сезона. Мысо я вскрыт в тумане. Мумиё какой-то течёт. Целые заросли татар-чая. Мне нужно оторвать пинцетиком вначале. Уже ушёл. Я спички только взял. Оттащила от бельга каяк-то. Остатки забираем с собой. Я первый раз там ямы за куней буду есть. Я тоже. Ну, это интересно. Пойдёшь со мной, может быть? Или ты хочешь стать интернет-знаменитостью? Так, ну что, костюмчик с прошлого разума немножко сырым остался. Решил его подсушить, пока двигатель тёплый. Ну, а что? Спасибо. Там, смотрите, новое ещё есть. Я последний раз в шторм попал в Форосе. Сломалось весло. Пришлось выбраться там на скалу, на необитаемом острове суши готовил. В общем, тоже стоит просмотра. Там лежит всё на Ютубе. Сегодня тоже сходим, поглядим. Мужики, вон, одни вернулись на резинки. Сказали, снаружи сильно кидает. Мы такое не любим. И идём в другой раз. Кажется, стройка распугала всю рыбу. Даже в Личке Фале нет. То, что Луфарян. В принципе, логику-то я понял. Я приехал где-то в 7 часов утра. И там кипел баклан даже в 7.30. Явно ловил кого-то целую стаю. А потом начали колотить сваи. Дун-дун-дун по всей Балаклаве. И так рыба собралась толпой. И на выход. Туман садится на горы. Сверху стелятся положбинки. Красота просто. Погодка такая волнующая. Сторож пытается сейчас поймать. Пусто. У меня эхолот есть. Сейчас посмотрим. 15 метров глубина. И есть какая-то рыбка. Вот посередине, между двумя пирсами. Вот самое то вот там вот. Ну, я думаю, то же самое, что у вас и тут. Ага. Нормальный окунь. Всё, можно жить так. Похож на окунь, да? Похож, похож, да. А как сегодня погода уходит? После обеда будет отлично. Ветер стихнет. Может, даже солнышко вылезет. Всё чётко. Ха. Вот это да. О, ничего себе окуняра. Вот это капитан. Я, честно говоря, думал, не окунь. Так что? Похож, похож. Если похож на окуня, клюёт как окунь. И на вкус как окунь. То это, скорее, всё окунь. Да. Что там, мяукать надо, да? Чтобы не сошёл. Мяу. Червём по 400 рублей кормить окуня. Дело такое. Ну, будем надеяться, что подойдёт кефалька ещё. Посмотрим. Пока от рыбы не хочется уходить. Так, я тоже сейчас буду приманивать. Сколько штук? Два. Ну, хорошие окуня сегодня, хорошие. Таких вообще, вообще, похож-похож. Только я камеру включил, он меня дурить сразу стал. Ну, не тут-то было. Вон, какие окуня. Ух. Вот какой. Дурабас. Похож, да? Похож на окуня, да? Говорит, Боря, Боря. Моисеев. Ну, голубой, потому что... Боря. Ты куда? Эп. Вон, бакланы летят. Каким стадом сверху? Чего я экономлю за наживку? У нас же тут куча мидии, вон, на пирсе. Оп. Щас мы вот попробуем на вот это половить. Так, мидии открываем. Опа. Есть. Содержимые достаем. И на крючочек вот это все. Можно не тратить дорогостоящего червя. Подмерзли, нужно согреться. Обгорелку. Ой, хорошо. Сейчас чайку еще себе вскипятим. Вот в чашке быстро вода закипает. Раз, два, за полминуты уже кипит. Это круто. Оп, чаек. Что, еще мидии будем жарить на огне? Ха-ха-ха. Посмотрим покрупнее. Сорвем. А, вон, в чайнике можно мидии жарить. Отличная идея, кстати. Мяу. Все-таки взял я на мидию окуня. Ловится. Чуть хуже, но ловится. Да, но вы будете смеяться. Такого идиотизма еще нужно додуматься. Жарить мидии в чайнике. Ну, почему бы нет, в конце концов. Неплохие еще такие мидии. Некрупные, конечно. Балаклава все-таки не особенно порт. Не думаю, что тут мидии прям сильно вонючие будут. Или какие-то нехорошие. Нехорошие будут. Выкинем. Или будем нажарены рыбачить. А, может, получится вкусно вообще. Почему бы нет. Опа, есть, взял. Я в чай гоняю. На, все ловится. Кстати, на мидию взял вполне нормально. Просто поменьше кусочек надо ставить. По два уже окуни пошли. Это хорошо. Какие крупные. Боря, Боря. Моисеев. Голубядня. Не успеешь опустить, они садятся. И ни одной кефалины, да? Как странно. Да, на червяка. Мяу. А то сойдет, да? Хорошо, что. Ой, мидии валятся. Оба. Чайник кипитрый баловит. Балаклава. Ну, что там у нас в чайнике? Ха-ха, мидии-то готовы. Ну-ка, котелочек с мидиями. Попробуем. Как она, мидия, была Клавская, портовая. Ммм. Вспомнил спеть, что не завтракал толком. Отлично, просто отлично. Сейчас покажу хобот у окуня. Как он кушает. Ну-ка, покажи хобот. О! Вот он так и высасывает наживку. О! 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 Сколько уже. Окунея наловился. Мидий перекусил, взял с собой еще мидий на наживку на всякий случай. У меня остается немного червя. Хочу сходить на выход, посмотреть, как там обстановка. Говорят, волна, народ возвращается весь. Ну, глянем. В любом случае, прогуляемся заодно. Да ладно, еще и солнце вышло. Все-таки обещали хорошую погоду. Все-таки вот она после обеда наступает. Кажется, и ветерочек стих. А еще, если и солнышко выйдет, то все сказки. Так, с утра лайтом тип. Как он пекет? О, спасибо, спасибо. Ау, ну и погода. Мыс Айя скрыт в тумане. Класс просто. На каяке вообще отлично. На езинках может и кидают. А нам хорошо. Ну и вот, тифатка мелкая. В шадках почти пусто. Приятно погоняет с хорошим, красивым, классным веслом. Как же, ребят, я вас люблю. Я очень вам благодарен. Серьезно. Обязательно нанесу татуировки какие-то на это весло с вашими именами. Пождите в следующем выпуске. Конечно, еще хочется чаю выпить. А пакетик чайный у меня был всего лишь один. Но на самом деле весна-то ведь уже. Может быть, нам попробовать найти чего-нибудь свеженьких травок каких-то. На этих склонах растет тимьян. Там же шалфей может найтись. Ну, для лимонника татарча еще рано. Попробуем-ка выскочить. Пару! Пару! Ой, полюбуюсь уловом своим Какие же крупные окуни в этот раз В принципе, для синего окуня это максимальные размеры Здорово Здорово, здорово И можно ли здесь залезть наверх? Бам-бам-бам Попробуем Блин, в резиновых скользких сапогах Правда, это не лучший вариант Ладно Нигде наша не пропадала Мумиё какой-то течет Мумиё Да уж Пясничок Да это вообще не альпинистская обувь Вот крокусы, которые я только что видел Поправьте меня, если это не крокус По-моему, он должен быть фиолетовый Но такие тоже бывают Шафран, он же крокус Он же ведь как специя идет на вес золота Вот эти тычинки По-моему, и есть приправа шафран Вон каяк где внизу Какой маленький уже Так, ладно, сосредоточимся на чайных травах Ха, искал чеблец, нашел кактусы Это опунция, жалко плодов нету Они съедобные, кстати А вот можжевельник Можжевельник, кстати, трогать Можно, но рвать нельзя Красная книга, штрафы и все дела Да-то пахнет шикарно Шишек можно насобирать И сделать джин Ху-ху Пыльца, здесь его, смотри Обалдеть Вот это оно цветет С ума сойти Кого аллергия на пыльцу Не смотрите даже на видео Чем более ответственные склоны Чем больше шансов Опа Но идти чеблец Телефон покрылся пыльцой Фу-фу Ну, кажется, уже отвеснее некуда А вон на окуне стоят Оттуда возвращаются лодки Как раз Говорят, сегодня там окунь А, все, ну вот Чеблец есть Ну, правда, он, конечно, типа Чуть-чуть прошлогодний Но для чая отлично подойдет Лучше всего, конечно, когда он зацветает У него маленькие такие фиолетовые цветочки Кстати, у кого мигрени Отличное средство ну можжевельника пару шишечек то возьмем тоже так заводить для вкуса буквально кстати как отличаются молодые побеги до фиолетовый такой отличие от остальных он немножко другой средней полосе более крупный а наш такой насыщенный душистый и меленький но этот поторчай целый заросль татар чая бери не хочу надо взять молоденький щипнуть немножко самый вкус будет когда он расцветет это будет начало июня ну что ж вот набор для чая в принципе достаточно не падаем не падаем еще покажу максимальный вид сверху давайте поднимемся до конца там мы со я слева крепости балаклавы посреди всего этого я и вы со мной за компанию до крутой вы на канале руслан и его план и наши планы на сегодня сбываются шикарная погода классная рыбалка вон дельфины так ну и давайте уже залезем до конца мне руки наверное все таки лучше освободить ух ты блин это лучше не хвататься кстати зажигалка который у меня нет не работает пошли вон отсюда из предпол спуститься каяку или найти зажигалку а лучший то и другое можно запить чайку а он вверху нас ждет еще один сюрприз кто знает что вот это такое это мефедра айфедрин из нее получают если кто знает для чего он используется медитинь а еще древние шумеры делали из него ту самую сому какой-то уникальный уникальный психоделик давно потерянным рецептом кто возьмем с собой добавим на счет чему бы нет ниже чем назад плыть воли мне понадобится немножко стимуляции ее много здесь и она сейчас пересидела зиму скоро начнет цвести а потом и плодоносит на ней поспевают красные ягодки типа такой малинки из нескольких бубочек их вполне можно есть наркотических веществ и не содержит стать очень часто она растет именно всех местах где были они человеческие поселения весь херсонес ей зарос я думаю она растет там еще со времен древних греков они вообще дикие или городские можжевельник тоже это разные бывают слишком ягодный и вот такой колючий колючий мне меньше нравится но пахнет здесь шикарно если вдруг простуда просто поднимаешься такую можжевеловую рощу сидишь ней пару часов а лучше прям поспать на взять с собой какую-то лежаночку поднимать можжевеловой рощи фитонциды убьют все бациллы в легких и вообще в организме древние греки проводили операции в рощах можжевеловых количество петонцидов концентрация делает воздух стерильным внутри рощи не путайте эфедру с волчьими ягодами вот блин они но тут явно что пуст деревянная палка внизу да а сверху похожие хвощистая история ягоды конечно отличаются абсолютно сильно но чтобы не дай бог не нас слушались и не начали есть что не поводя и кто нас ждет господи то не будет стоят в этом ребят ну просто весна вступила свои права жизнь просыпается она еще и листик кушает она кушает листик туда тебя посижу капунция единственная фишка с ней что руками ее брать не годится мне нужно оторвать пинцетиком начали можно так палочки вломить я в том что на ней микро колючки похоже она на вкус ну что-то среднее между крыжовником и и и и ну и клубника наверное не надо точнее смотри на неё плени такие косточки прикольненько он еще одну пойдем до самой неприятной общимости мелкие колючки впиваются в губы и хоть не сложно достать потому туда ну как он цвет под вкус такой же варенье из не можно сводить очень даже неплохая тук-тук и никого нет здрасте вот тут точнее спички куш попросить то посижу здесь чтобы не казалось что я вломился короче у них здесь баня и только что хозяин пришел вместе с клиентами и как будто даже не удивился потому что я здесь несколько раз извинился попросил спички он сказал сейчас запустит людей и наверное даст так мне продаст денег не особо нет я могу сделать перевод наверное 3 рубля за спички я уже ушел уже ушел я спички взял тебя и осталось спуститься к каяку ведь каяк на месте блин каяк оттащила оттащила от берега каяк то ничего-ничего на стране не спешим ты слышишь каяку плывет вот 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 покидали мы все внутрь немножко размяли травы чтобы они не были такими сухими быстрее отдали сок осталось дождаться пока водичка закипит ну и немножко настоится остатки забираем с собой пригодятся дома под сушим будем добавлять тоже в чай вот кармашек а тем временем можно заценить улов нашу окунь еще живые все медей но это на наживку ну и хорошее настроение в кадре его показать непросто я думаю вы его сами ощутить я не кипит где моя кружка вот вот Это просто второе дыхание. Прям супер. Я очень вам благодарен. За вас. Вы самые лучшие подписчики, которых может пожелать автор на ютубе. Правда, спасибо за помощь с веслом. Всем, всем, кто участвовал, прям это супер. Со своей стороны, обещаю тебе сниматься гораздо чаще. И здорово, что вам так нравится. Мне будет приятно. Пишите, пишите еще больше. Предлагайте чем заняться, предлагайте новые планы. Помните, что вы на канале Руслан и его планы. И это я, Руслан. И наши планы сбываются. Это наши общие планы. Как вам понравилась серия? Ладно, до новых встреч. Подписывайтесь. И нажимайте на колокольчик. Я, честно говоря, не знаю. Там все нужно делать. Но вы постарайтесь. Сделайте. А то пропустите следующий выпуск. И что тогда? Вот как в итоге выглядит спитый чай. Эту заварку можно было прогнать еще раза два или три. Самое лучшее все равно. Мы из нее уже выпили. Еще целая чашка осталась. Теперь можно отправляться на берег. Меня уже заждались голодные друзья. Перед к новым приключениям. Перед к новым приключениям. Набережная Андрея Первозванного. Отличное место для пикника. Погода сегодня весенняя. Это не горячая. Нужно сдвинуть поближе. Как оно стояло. Окуняшки. Окуня. Самое то. Немного, слушай, а? Там осталось три штуки. Куда уже не? Пойдем на креветку. У-у-у-у-у. А креветки прась, креветки. Давай сюда креветки. Срочно. Какой-то умеем без креветок. Давай доставай всю креветку. Покажи свою креветку. А вы потом хотите. Бензин отобрали на аэропорт. Ааа, в самолет хотел с ним пройти? А, что с голубями? Уехали. Бомбочки. А он сейчас пластиковый. Тут все нормально. Ой, а пахнет как бомба. Ну, я первый раз там ямы закунять буду. Я тоже. Ну, это интересно. Исак, хватит. Добавил субтитут. Спасибо за просмотр.